В мире растет число подтвержденных случаев заражения человека, оспы и обезьян. Так, в Объединенных Арабских Эмиратов зафиксировали пять новых случаев инфицирования. Также в Испании за последние сутки было выявлено 27 фактов заражения. Локальные вспышки болезни все ближе подбираются к границам Азербайджана. На днях в Иране по подозрению в заражении оспы и обезьян были взяты анализы у девяти человек. Министерство здравоохранения соседней Грузии также сообщило, что изучает факты возможного заражения вирусом двух пациентов. Несмотря на то, что в соседних государствах зарегистрированы первые случаи вируса обезьян, не стоит делать скоропостижных выводов и прогнозировать развитие эпидемии. Об этом говорят несколько факторов. Первое – это низкая контагиозность по сравнению со всем известным вирусом COVID-19. Второе – это наличие у людей до 79-го года рождения вакцины от натуральной оспы. По результатам проведенного опроса съемочной группы телеканала CBC, каждый десятый житель Баку опасается заболеть вирусом оспы обезьян. Также многие считают, что это не приведет к локальной вспышке инфекции. В свое время, когда коронавирус только разгорался в Китае, я тоже не верил в то, что он дойдет до нас и весь мир переживет эти дни. Как-то вот из-за этого страшно, страшно, если эта болезнь тоже так же распространится. Я слежу, вижу, что уже в Дубае, там в Европе во многих странах. Мы знаем о распространении данного вируса, услышали об этом по телевизору. Особого страха нет, в первую очередь, потому что вирус не дошел до нас. Но в любом случае, даже если это произойдет, уверена, что наша система здравоохранения примет своевременные меры. Я слышала о росте числа зараженных вирусом оспы обезьян, но мне не страшно. Буду принимать необходимые профилактические меры, чтобы не заразиться. Специалисты отмечают, что в Азербайджане нет факторов, способствующих распространению данного вируса. Соблюдение населением гигиенических правил не позволит ему распространиться. На сегодняшний день, по данным ВОЗ, в мире зарегистрировано около 2000 случаев заражения оспы обезьян. Из них 69 закончились летальным исходом. Субтитры создавал DimaTorzok